Петропавловские педагоги тоже сегодня обсуждали послание президента, правда в необычном формате. Заседанием и круглым столам они предпочли мобайл-флэш-тур. Ольга Фаизулина расскажет подробнее. Первая станция мобайл-флэш-тура «Мангелик Ель». Ее модератор Шарбан Таймулина, председатель первичной партийной организации «Нуратана», рассказывает о приоритетах послания в сфере образования. Считает, для их реализации в Северном Казахстане есть все условия. «Отрадно сейчас у нас нет в государстве, в нашей области трехсменных занятий, аварийных школ, строятся школы, выделяются большие, огромные средства на компьютеризацию школ. И в целом я считаю, что в нашей области, в нашем городе образование поставлено на должный уровень». Участникам тура предложили пройти по четырем станциям. Их модераторы рассказывали о плюсах трехязычия, программе «Цифровой Казахстан» и обновлении содержания образования. А между ними – песни, танцевальный флэш-моб. К обсуждению послания президента в центре Урлеу подошли креативно. Использовали интерактивное общение и цифровые технологии, говорят организаторы. «Мобайл флэш-тур в очень быстром ритме, массовость такая, все это проходило стоя. Были модераторы, не представители нашего филиала. С участием депутатов городского маслехата, с участием студентов гуманитарного кольца, с участием наших преподавателей. Цель данного мероприятия – это актуализация всех образовательных задач, которые были выдвинуты в послание президента». Специалисты Урлеу делятся передовым опытом в сфере образования. В прошлом году здесь прошли бесплатные курсы повышения квалификации более двух тысяч человек. А в марте впервые начнется четырехмесячное обучение по основам преподавания на английском языке. С североказахстанскими учителями будут заниматься педагоги, приглашенные из-за рубежа. Ольга Файзулина, Казбек Рыгбаев, Новости МТРК.